В МВД раскрыли подробности дерзкого угона пассажирского автобуса со стоянки в Артёме. После того, как в дежурную часть поступил звонок об угоне, ориентировка на транспортное средство была передана во все территориальные отделы полиции. Автобус со следами ДТП сотрудники госавтоинспекции обнаружили на участке трассы Хабаровск-Ладивосток в сторону Уссурийска. Угонщик спровоцировал аварию с грузовиком, скрылся с места происшествия и продолжил движение. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, полицейские организовали преследование нарушителя. Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. После неоднократных требований об остановке инспекторы ГИБДД были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам. Около дома номер 50 по улице Саперной мужчина съехал с проезжей части в Кювет, где его задержали и доставили в отдел полиции. 33-летний житель Артема доставлен в отдел полиции. Мужчина пояснил, что угнал пассажирский автобус, чтобы добраться в Уссуриск. В отношении правонарушителя составлены административные материалы по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Следственным комитетом по городу Артему возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который пытался дать взятку сотруднику ОБЭП. 3 февраля в следственное дело поступила информация о том, что в ходе проведения оперативно-радостных мероприятий, а именно проверочная закупка сотрудниками, отделением по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД России по городу Артему, зафиксировал факт продажи алкогольной продукции общества с ограниченной ответственностью без лицензии. Данная алкогольная продукция была изъята сотрудниками и генеральный директор был приглашен для составления административного протокола в отделение полиции. За незаконную деятельность бизнесмену грозит штраф на сумму свыше трех миллионов рублей и изъятие всего алкоголя. Не желая платить колоссальный денежный штраф и не желая, чтобы алкогольная продукция была изъята из оборота, решил дать взятку сотруднику ОБЭП ОМВД России по городу Артем. Сотрудникам стал понятен умысел на совершение коррупционного правонарушения, в результате чего они сообщили о данном факте своему руководству и в следственный отдел. Следователь следственного комитета незамедленно выехал на осмотр места происшествия, где им был зафиксирован факт дачи взятки сотруднику полиции. Генеральный директор денежные средства в размере 30 тысяч рублей положил на стол и высказал четкие и явные намерения. Данный факт был зафиксирован на камеру. Видеозапись факта передачи денежных средств сотруднику полиции была представлена в следственное дело. В дальнейшем она будет оценена как доказательство совершения указанного преступления. Помимо наказания за незаконную торговлю алкоголем, предпринимателю теперь грозит до 8 лет лишения свободы и штраф в 30-кратном размере предлагаемой взятки. В дежурную часть отдела МВД по городу Артему стали поступать заявления местных жителей о хищении катализаторов с автомашин Toyota Prius, припаркованных на придомовых территориях. Аналогичные преступления были зарегистрированы еще в нескольких населенных пунктах края. По данным эпизодам были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых и их местоположение. К их задержанию, кроме полицейских, были привлечены и сотрудники Росгвардии. Банда состояла из пяти человек. Двое из них – жители Артема, еще двое – Харольского района и один фигурант из Лучегорска. Все они дали признательные показания. Кражами автозапчастей в Приморье «Шайка» промышляла на протяжении восьми месяцев. Лидером преступной группы был 43-летний житель Харольского района, ранее судимый за грабежи и разбойные нападения. В местах лишения свободы он провел в общей сложности 17 лет. Другой фигурант, 30-летний житель Артема, в прошлом году также совершил преступление. В настоящее время уголовное дело в отношении него рассматривается в Артемовском городском суде. Установлена причастность задержанных к 16 эпизодам «Краж» на территории Приморского края. Семь из них они совершили на территории Артемовского городского округа. Общая сумма причиненного ущерба составила около 1 миллиона рублей. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова